Детская служба новостей 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 Особенность этого конкурса в том, что в нем принимают участие все районы края. Победители приезжают в Барнаул, чтобы соревноваться в столице и выступить на галоконцерте. Сколько ног у танцора? Казалось бы, две. Правая и левая. А еще толчковая, опорная, удобная, та, не та, другая, нижняя, верхняя, лишняя, корявая, натянутая. И сегодня им всем придется работать, выкладываться по полной. Бежать, прыгать, делать плие, подскоки и перевороты на самом серьезном региональном фестивале «Навстречу солнцу». В сапожках, балетках, босиком и на пуантах. Танцорам нужно будет удивлять, очаровывать, дарить бодрость и излучать жизнелюбие. И не забывать улыбаться, кто же больше всех достоин побега. Это мы сегодня и узнаем. Вслушайтесь саму фразу «Навстречу солнцу». Что вам представляется? Яркий свет, красота, полет и, конечно, опасность. Такая высота, которую очень сложно набрать. Так и в конкурсе. Прежде чем оказаться на сцене, конкурсанты проходили отбор. То есть даже участие в нем очень престижно. И если учесть, что только в Барнауле гораздо больше сотни танцевальных коллективов, то теперь представьте, сколько их во всем Алтайском крае. И все стараются попасть в стройные и красивые ряды участников. Стараются, репетируют, выставляют лучшие номера. Организатор фестиваля «Навстречу солнцу» – Алтайский государственный дом народного творчества. В этом году отбор на конкурс прошли 120 коллективов из 40 городов и районов Алтайского края и города Новосибирска. А это более 5000 участников. Жюри – ведущие балетмейстеры Алтайского края, а также Москвы, Новокузнецка и Красноярска. В их числе главный специалист отдела хореографического искусства Государственного российского дома народного творчества. Редактор журнала «Балет». Артистка балета Зоя Полякова. На конкурс она прилетела специально из Москвы. Ведь в этом конкурсе оценивается в том числе балетмейстерское искусство. Кто такой балетмейстер? Давайте разберемся. Если хореограф обучает движениям, то балетмейстер – тот, кто их создает. Да, это творец. Сочинитель балетов, танцев из совершенно новых движений. В общем, балетмейстер – это тот, кто может с помощью движений превратить танцоров в лягушат или неуклюжных милых пингвинят, или даже золото. Интересно, а дети на таких конкурсах волнуются, или они уверены в своей победе? Здравствуйте! А вы кто? Я Стрисок. Вы победите? Ну, наверное. Понятно. А почему вы так решили? Ну, мы, наверное, самые лучшие. Я желаю вам победы. Спасибо. Девочки, вы что, ММДМС? Да. А о чем и как называется ваш номер? Гони за зеленый, потому что мы маленькие конфетки и бегаем. И две ММДМСы влюбились в одну солистку ММДМС. Здравствуйте! Я так полагаю, вы мотыльки? Мы бабочки. Мы бабочки. Понятно. А о чем вас станет? Как к нам прилетели сострички, и они нас любили. И они не хотят, чтобы мы улетали. Большое спасибо. У вас такие красивые и разные костюмы. Неужели вы из одного номера? Да. А как называется ваш номер? Цирк. А правда, что на сцене больше ста детей? Наверное. Наверное. Мы даже сами не считали. А ну, паркинская, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня. У меня, у меня, у меня, у меня. По второй тур конкурса прошли барнаульские коллективы. Ансамбль «Калинка», школьные годы, светлячки, эос, сюрприз, вдохновение, театр танца имени Роза Фибер, а также Фиеста, Иван-да-Мария, театр-студия «Игулла» и «Хорошки». Большой сюжет с галоконцерта смотрите в нашем следующем выпуске ровно через неделю. И... Что любят дети? Нет, не айфоны. Хотя их тоже. А еще сладости. Вот шоколад, например, полезен для памяти. Бананы для настроения. А пряничные домики – для развития таланта художника. Не верите? Просто вы не умеете их готовить. Но будем учиться вместе с телепроектом «Кулинарная суббота». Ведь главное – хотя бы раз в неделю радовать родителей угощениями, которые сделаны своими руками. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телепроект «Кулинарная суббота». Это программа для тех, кто любит красиво и вкусно готовить. Сегодня мы узнаем историю и рецепты приготовления имбирных пряников и коктейля «Мохито». Ничего не получилось. Скоро будет не просто тепло, а прямо-таки жарко. Пора научиться готовить коктейль «Мохито». Он очень освежающий и дарит прохладу не только из-за льда, но и из-за листьев мяты. А еще обязательный компонент – это лайм. Не путайте его с лимоном. Итак, для начала возьмем листья мяты и дольки лайма. Их нужно потолочь ступкой, чтобы пошел сок и аромат. Теперь отправляем все это в будущий коктейль. Затем маленькую ложечку сиропа. Можно лимонного или клубничного. А еще лед и лимонад или содовое. Не забываем трубочку, и коктейль готов. В нем много витаминов, а на изготовление тратится пара минут. Согласитесь, отличная идея для дачи, выходного дня или дня рождения. И гостей можно удивить, и родителей порадовать. Пробуйте, ребятишки. А мы перейдем ко второму блюду, вернее, десерту – имбирному прянику. История пряника очень длинная. Она уходит далеко в древность. Как можно догадаться, пряник назвали пряником, потому что в тесто добавляют большое количество пряностей. Пряности – это ароматные приправы. Например, корица – это пряность. Так вот, первой из таких добавок в лепешку стал мед. Что такое имбирь? Это кольные растения. Его устушивают, перемалывают и добавляют в выпечку. Имбирь очень ароматный. Его добавляют в чай или в десерты. Он улучшает аппетит, а еще это лучшее домашнее средство от простуды. Так что имбирные пряники, как и медовые, полезны. А еще они дают простор для творчества. Ведь их можно не только печь, но и украшать легким белковым или сливочным кремом. Зачем? Для красоты, вкусноты, ну и традиция такая. Родина имбирных пряников – Англия. А вот в Европе они стали популярны после страшной сказки братьев Гримм – Гензель и Гретель. В этой сказке описывается съедобный домик колдуньи. Крыша его была сделана из имбирных пряников. Именно после того, как книгу выпустили в печать, все поголовно начали печь пряничные домики. Эта традиция дошла и до наших дней. На европейских рождественских ярмарках можно увидеть не только пряничные домики в разных вариантах, но и пряничные дворцы. Пряничные домики делают нашу жизнь сказкой. Собственно, нет никаких правил в украшении пряников. Тут на вкус и цвет товарищей нет. Вернее, на вкус и цвет все возможности. Кто-то пользуется кондитерским мешком как 3D-ручкой, кто-то старается, как на уроках ИЗО, закрасить ровно одним цветом без пробелов все поле. Можно добавлять тертый шоколад, сахарные цветы, цветные полоски и кружочки, звездочки и посыпки. Обрамлять контрастной обводкой. Как только душе будет угодно. Ведь главное в пряниках создать настроение праздника, поделиться яркими эмоциями, сделать красивее, если не весь мир, то хотя бы десерт. Так что дарите близким самое лучшее. Всем кулинарное до свидания. Еще увидимся. Задумывались ли вы о будущем? Не на год или два, а на тысячу лет вперед. Станут ли люди добрее? Будут ли доступны полеты на Марс? Научатся ли животные говорить? От того, по какому пути будет развиваться мир, очень многое зависит, в том числе, каким станет телевидение. От того, по какому пути будет развиваться мир, зависит все. Появится новая еда, транспорт и телевидение. Что станет интересно людям будущего? Мы предложили об этом пофантазировать детям. Рассказать о программах и телеканалах, которые обязательно появятся. Всем привет. Меня зовут Макар. Мне 7 лет. Сегодня мы поговорим о телевидении будущего. Я думаю, что через тысячу лет мы будем жить гораздо лучше. Людей будут лучше лечить, и они будут жить по 300 лет, как вороны. А на пенсию они будут уходить в 200-250 лет. За эту долгую жизнь каждый человек сможет родить гораздо больше детей. И у нас будет гораздо больше детских программ. Будет много детских программ про спорт. Чтобы каждый спортсмен по соревнованиям мог увидеть себя по телевизору. Например, я занимаюсь гимнастикой, и я бы передал бабушке, папе и маме привет. Здравствуйте. Меня зовут Ульяна. Мне 10 лет. Я не думаю, что через тысячу лет в жизни человека все будет так радужно. Возможно, в каком-то смысле что-то будет хуже. Возможно, будет больше клонов, и они будут много работать, а люди будут больше отдыхать. И, возможно, будет больше развлекательных программ. Будет более тысячи программ. В школах или на телевидении будут учить введению каких-либо соцсетей. Наверняка у людей будут собственные телеканалы. И тогда люди начнут бороться за большее количество зрителей. Если у человека будет несколько клонов, то, возможно, у него будет несколько операторов. Телевидение станет в тысячу раз лучше, чем сейчас. Привет! Меня зовут Святослав, и мне 9 лет. На телевидении будет голограмма, которая может позволять нам смотреть телевизор и восхищаться. Голограмма – это такая штука, которая может передавать изображение на расстояние. И изображение получается объемное. То есть сейчас вы видите меня на плоском экране, а я бы мог вам пожать руку, или вы бы могли потрогать вот эту брусничку. Голограмма изменит телевидение в нужную сторону. Потому что, во-первых, голограмма позволяет не ходить в гости, но ходить в гости надо обязательно. Во-вторых, вы можете трогать предметы по телевизору. И в-третьих, плоское изображение уйдет в плоское, а голограмма останется в будущем. Здравствуйте, меня зовут Настя, мне 10 лет. Думаю, что в далеком будущем появятся летающие машины. Машины будут легковые с крыльями. Крылья будут, как у самолетов, открываться и закрываться. С помощью этих машин люди могут чаще и быстрее передвигаться. Я думаю, что если люди будут больше путешествовать по разным странам, то появится больше программ о путешествиях. Мы будем узнавать о моде и больше кулинарных рецептов. А вы знаете, что во Вьетнаме идет кошек, а в Таиланде червяков и тараканов? Не знаете, а научитесь их готовить. Здравствуйте, меня зовут Лиза и мне 16 лет. Мне вообще интересна тема телевидения и о будущем можно и порассуждать. Если и сейчас уже есть роботы, то в будущем они будут более развиты. Через тысячу лет каждый может позволить себе робота. Вполне возможно, что роботы будут вести передачи или работать, чтобы снимать эти передачи. Также они могут стать гостями в студии, рассказывать, как шить костюмы или делать ремонт, готовить еду. Будут телеканалы с роботами и с людьми. Люди останутся на телеканалах, будут ведущими все так же. Роботы будут больше рассказывать о делах, о людях, о культуре. И интересно будет и людям, и роботам. Вот такие замечательные и разные истории получились у наших ребятишек. Объединяет их одно – телевидение однозначно будет. Ведь пока люди способны мыслить, рассуждать, фантазировать, учиться, творить и делиться с другими, обязательно будут и программы – интересные, яркие, веселые или серьезные. Так и нашим корреспондентам всегда есть, чем удивить вас. С новыми участниками телепроекта мы будем каждую неделю учиться новому и снимать программы, чтобы радовать телезрителей и делать мир ярче. Вы видели амурских тигрят в Барнаульском зоопарке? Посмотрите обязательно, пока они не стали большими и не уехали жить в другие зоопарки. Ведь амурские тигры – очень редкие животные. Наша коллега Полина Желонкина не просто полюбовалась ими, а написала текст и сняла видео об этих полосатых. В свой репортаж Полина отправила на всероссийский конкурс и заняла первое место. Теперь она отправится в Орленок, в лагерь на море. Поэтому всегда учитесь и участвуйте в конкурсах. На кухне мы уже побывали, но снова отправимся. На такую, где плавит не шоколад, а серебро. И катают не тесто, а золото. Знают множество секретов работы с металлами и камнями. В общем, наши корреспонденты сменили профессию на один день. Согласитесь, всегда интересно прожить день совершенно необычно. Ой, какая красота! Прямо сейчас мы находимся в ювелирной мастерской. Если вы не покупаете или не носите сережки, то у вас может возникнуть вопрос. А что это такое ювелирная мастерская? Ну раз про сережки уже намекнули, то можно догадаться, что ювелир – это специалист, который создает украшения. Самые разные – браслеты, кольца, подвески. Из разных материалов – золота, серебра, драгоценных металлов и камешков. В самом сотворении мира люди пытались украсить себя. Изначально это были когти, зубы и перья животных. Ракушки, камушки, кусочки дерева и стекла. Амулеты из бивни мамонта, слоновые кости, приносили своим владельцам удачу и защищали от злых духов. Ювелирная работа – это сложный и кропотливый труд, требующий практически хирургической точности, внимания к деталям и усидчивости, а еще сложных инструментов. Вот, например, ювелирные очки. В них и лицо соседа не увидишь, зато рассмотришь каждую полосочку отпечатков собственных пальцев. Еще ювелиры используют различные виды весов, гирьки, пинцеты, а также горелку и тигель. Мы вам еще их обязательно покажем. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы взвешивать, отмерять, плавить металлы, заливать их в формы, вытягивать в струны или завитушки. Сегодня мы находимся не просто в ювелирной мастерской, а в доме музея Бориса Михайловича Пластовского, основателя ювелирного дела на Алтае. Его называли человеком с золотыми руками и вовсе не потому, что он работал с золотом. Просто Борис Михайлович был талантливым человеком, и дело в его руках спорилось. Сначала он починил часы, хотя этому его никто не учил. Потом создал модель подлодки, на которой служил. И вот так, работая с крохотными деталями, увлекся и ювелирным делом. Кстати, работал Борис Михайлович тайно, поэтому его рабочее место замаскировано. Полминуты, и деревянный ящик превращается в мастерскую. Надо спуститься по лестнице, напоминающей корабельную. И вот мы внутри надеваем халаты. Будем плавить серебро. Серебро — это металл, который обладает рядом уникальных свойств. Прежде всего, серебро — это самый светлый и самый сияющий металл. Слово «серебро» переводится с большинства языков мира как «светлый» или «белый». Ювелиры расскажут нам секреты мастерства. Сегодня мы будем плавить серебро, переводить его из твердого состояния в жидкое. Здесь много разных инструментов и диковинных вещей. Вот, например, интересная связка ключей к сердцу девушки — колец. Чтобы сделать кольцо, нужно знать размер пальца. Давай, к примеру. Видишь? Не лезет, да? Вот, примерно вот у тебя размер вот такого. Это у тебя получается. А, теперь понял. Пятнадцатый. Вот, запомни, у тебя пятнадцатый. Указательный палец пятнадцатого размера. Помните, вначале мы произносили такие слова, как «горелка» и «тигель». Так вот, горелка — это инструмент, который сейчас в руках мастера. Открытый огонь очень опасен, поэтому не повторяйте этот опыт сами. Ведь нельзя плавить без взрослых и без «тигеля» — высокоогнеупорной емкости для нагрева, высушивания, сжигания или плавления. А еще необходима бура — порошок, который нужен, чтобы металл не взаимодействовал при горении с кислородом. Так серебро быстрее плавится и не окисляется. Растопленное серебро на вид похоже на артуть. Кстати, это вообще интересный опыт — увидеть чистое серебро без примесей. Оказалось, его можно легко гнуть пальцами, ведь это очень мягкий драгоценный металл. Самый мягкий, мягче, чем золото. Серебро очень пластично. Из одного его грамма может быть вытянута тончайшая проволочка, длина которой составит почти 2 километра. А еще этот металл очень тяжелый, как свинец. Плавится при температуре 962 градуса. Это практически в 10 раз горячее, чем кипяток. Сегодня мы близко познакомились с серебром. Узнали, как работают ювелиры. Но это не единственная профессия, которая связана с этим металлом. Из серебра еще делают зеркала, лекарства и применяют в фотографиях. Но это уже совсем другие истории. Сколько настольных игр вы знаете? Шашки, шахматы, настольный хоккей и футбол, крестики-нолики, монополия. Все. На самом деле настольных игр очень много. И в нашем городе несколько раз в месяц проводятся игротеки в разных кафе. Каждый раз новое место. Туда можно прийти одному или с компанией. И двое аниматоров, игротехников вам расскажут правила и научат играть в любую из них. На этом наша программа заканчивается. Я желаю вам почаще видеть радугу. Ведь если проехать под ней и загадать желание, оно исполнится. Скажем от души большое спасибо за кулинарные мастер-классы, отличную атмосферу, уютные залы, первоклассное обслуживание и просторные игровые зоны семейному кафе «Забава». Кстати, здесь любой ребенок и взрослый может не только записаться и поучаствовать в кулинарном мастер-классе, но и заказать интересную, яркую, праздничную программу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!